Николаевна, на самом деле из этих цифр следует несколько таких содержательных выводов. Во-первых, как уже было сказано, сделать это силами, к сожалению, одного города невозможно. Необходимо, безусловно, консолидировать усилия города, области, и надо искать выход на федеральный уровень с тем, чтобы власть могла участвовать на всех уровнях. Мы сейчас не говорим о том, как это делать, но это задача, которая должна пониматься всеми нами, как жителями города. И очень важно, что тот уровень проработки и экономического обоснования этих расчетов нам, как жителям города, просто как горожанам, позволяет понять вообще, что... Но не то, что бесплатного ничего не бывает, а понять реальную стоимость всего происходящего и реальные расходы на то, чтобы наша жизнь стала лучше. Вот это вот такой фактор нематериальный, но он очень важен для понимания, что происходит и почему мы живем так, а не иначе, и что надо сделать, чтобы мы жили лучше. Сейчас я бы хотел предложить Ирине Ирбицкой дать некоторую оценку, потому что, понимаете, мы вот так все себя хвалим здесь, и это все очень здорово. Но вообще говоря, у всех этих проектов есть целый ряд опасностей и проблемных вещей. Я понимаю, что хвалить всегда выигрышнее и лучше, и у Ирины такая не очень хорошая может быть роль. Мы просим ее просто покритиковать, не то, что покритиковать, а сказать о некоторых слабостях и проблемах, которые она видит. Ну и хочу обратить внимание, что Ирина, директор Центра градостроительных компетенций Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, это на самом деле главная консультационная и такая совещательная площадка при президенте. Это, по сути дела, главные консультанты руководства страны в этом вопросе. Пожалуйста, Ирина. Спасибо. А вообще-то я похвалю и тоже. Можно не только поругать? Можно, можно, можно. Ну, во-первых, в Екатеринбурге, что поражает, когда ты приезжаешь через 18 лет, у тебя есть хороший срез такой изменений городских, я могу сказать, что это, конечно, потрясающая энергетика в городе, да, и как человеческая, так и финансовая, да, так и строительная и так далее. Могу сказать, что вот представленные проекты КОД, безусловно, такой большой шаг вперед. И я подозреваю, что сегодня были лидеры девелоперского процесса, да, в городе. Нужно понимать, наверное, есть еще мелкие застройщики, да, которые как-то оперируют. Есть еще и крупные, которые просто не успели сюда. Да, есть, наверное, еще крупные. Ну, складывается впечатление, мы, в общем, присутствуем на многих мероприятиях в разных регионах, и складывается ощущение, что количество девелоперской активности на душу населения в Екатеринбурге зашкаливает по сравнению с современным уровнем девелоперской активности внутри Москвы. И это, наверное, здорово, потому что, ну, отрабатываются какие-то технологии, люди друг у друга учатся, вот бесконечно создаются эти проекты. У меня возникло сомнение, что вот эти вот все сейчас планируемые объекты кем-то заселятся, но вот коллеги меня поправляют, говорят, что все просчитано, в принципе. Вот Екатеринбург — компактный город. Если можно, посмотрите на картинку назад, пожалуйста. Безусловно, Екатеринбург по сравнению с прочими, скажем так, постсоветскими городами наиболее компактный город. Но при этом, если мы будем сравнивать его с европейскими городами, то он рыхлый город, как всякий советский город. И компактность его определяется и формируется, на самом деле, гениальнейшей просто застройкой конструктивистского типа и сталинского типа. А вообще-то в округе город имеет вполне себе, ну, тотально рыхлую застройку. Я хотела бы привести пример такой примечательный. 25 тысяч метров квадратных на гектар можно достигать при малоэтажной застройке. И это довольно часто происходит в развитых странах. А у нас, скажем, если мы возьмем Москву, у меня просто нет данных по Екатеринбургу, но средняя плотность спальных 17-этажных панельных районов 11 тысяч метров на гектар. Да, то есть вот нужно понимать, в каком разрыве мы находимся. Теперь, что касается, безусловно, проекты интересны тем, что, ну, здесь, я не знаю, может быть, лицо держит девелопера, да, но вообще-то вот такая тотальная нагрузка на девелоперов относительно инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, это, конечно, ненормально. А в развитых странах все-таки эту нагрузку либо несет государство, и надо отдать должное администрации города, которая пошла таким путем. То есть, по крайней мере, есть такое желание и стремление создать хорошую девелоперскую инфраструктуру и дальше уже отдать людям лоты. И это было бы здорово, если бы это получалось, мы все знаем, как это сложно, получить федеральный бюджет на подобного сорта проекты. Поэтому вот здесь прозвучала такая фраза от кого-то из докладчиков, что вот традиционный девелопмент – это внутри города, а вот прогрессивный девелопмент – это за городом. А вот неправда. Прогрессивный девелопмент, то есть в развитых, адекватных странах – это интенсивное развитие города, это ре-девелопмент городской среды в эпоху или в период его активного развития. Либо ре-программирование городской среды и объектов, когда город незначительно меняется, либо развивается, либо, наоборот, деградирует. Тогда применяются методы перепрограммирования территории, если она уже до конца освоена. Могу утверждать, что, безусловно, усилия нужно направить. Вот не на эти новые территории вообще-то, а нужно направить на развитие и трансформацию городской среды внутри города. Он рыхлый, еще раз повторюсь. И я сочувствую вообще-то всем администрациям всех российских городов, потому что я себе представляю и знаю, какое будет сопротивление населения по поводу уплотнения, потому что цивилизованного уплотнения города они еще не видели. Когда вам ставят внутри двора свечку, это ненормально, это не цивилизованный путь. Имеется в виду грамотное уплотнение территорий и грамотный редевелопмент территорий с целью получить новые квадратные метры, новые рабочие места в городе, новые общественные территории. Это, например, есть колоссальный ресурс междомовые территории. Вот как бы ничье. Я наблюдала в Екатеринбурге такую сценку, когда пришла к знакомым в гости. Жители двух домов, более судеб, получившие общий двор, стали его делить, кто где будет парковаться. И вот спорили они довольно долго, но я обошла два этих дома вокруг и обнаружила огромные пустыри междомовых территорий. Чего дерутся-то, спрашивается. Причем загаженных страшно. Берите, объединяйтесь, паркуйтесь, двор оставляйте без машин. И таких ситуаций много. Поэтому, что касается частного государственного партнерства, если мы говорим о комплексном освоении, комплексном редевелопменте территорий внутри города, потому что именно здесь есть ресурс трансформации городской среды, модернизации транспортных и инженерных сетей. Есть ресурс в городе, если строятся и проектируются такие территории, то уж точно на редевелопмент, модернизацию среды, средства есть. К чему это приведет? Здесь тоже прозвучала такая история. Вот 21 километр от Москвы, от Екатеринбурга, низкая плотность застройки. Это вот у нас экологический город, поселок. Господа, я утверждаю, что чем меньше плотность застройки и чем дальше от мест приложения труда, места проживания, тем менее экологичный девелопмент мы получаем. Потому что каждый житель такого поселка будет садиться в автомобиль и топтать эти самые прекрасные зеленые ресурсы, задымлять их и так далее. Поэтому, да, и еще. Никакой парк в долгосрочной перспективе работать не будет, если только это не супердорогая застройка и жители не будут готовы бесконечно платить гигантские коммунальные платежи на его бесконечное благоустройство. Это один вариант. Второй вариант. Ни один парк не будет работать, если он не будет окружен достаточно плотной коммерческой инфраструктурой, которая будет генерить финансы для благоустройства этого парка. Поэтому вот все прекрасно и все хорошо и прекрасное желание девелоперов. Действительно, мне кажется, оно искренне. Я здесь не вижу какой-то слишком жесткой коммерческой, вот такой, то, что называется, «commercial style», да, когда человек не важен. Здесь практически все проекты ориентированы на человека. Ну и понятно, что не хватает знаний. В общем-то, знаний в области городского развития не хватает даже многим специалистам в этой области. Но, тем не менее, вот моя большая претензия ко всем, наверное, даже не претензия, да, а совет, вы получите гораздо больше эффект, если вы будете развивать город в существующих границах. Здесь есть колоссальный потенциал для этого. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. И хорошо, что вы позволили нам взглянуть на это немного со стороны под другим углом, потому что, естественно, у нас и в общественном сознании, и в профессиональной среде довольно много неких мифов, которые господствуют. Например, что у нас очень плотная застройка центра города и некуда больше строить. У нас просто катастрофически низкая плотность застройки в центре. И его надо уплотнять, уплотнять изо всех сил. Второе, надо считать деньги в каждом из проектов. Что дешевле? Дешевле ли расползаться городу, или дешевле проводить реконструкцию центра с полной заменой инженерных сетей? Но здесь возникает очень простая и серьезная проблема. У муниципалитета реально нет тех денег, вот этих 15 миллиардов каждый раз. А почему город сегодня расползается? Потому что частные инвесторы, там один хозяин, там понятная схема работы, они прилагают все усилия и могут сделать так, чтобы собрать естественных монополистов, транспортников, кого угодно. И вот возникает вроде бы нарушение правильного градостроительного принципа и расползания города, а с другой стороны организационно и экономически непонятно, как по-другому это сделать сегодня. В этом очень большой вызов, очень большая проблема и противоречие. И очень хорошо, что вы акцентируете наше внимание на этом. Есть еще целая куча вопросов, естественно, но мы ограничены во времени.